Танечка, можно я хочу начать с восторга, потому что я-то тут бывал в этом здании, в этом сооружении, но давно еще, до всех реконструкций, и все это напоминало такую летнюю временную веранду, действительно веранду, а сейчас это серьезно красиво. Сейчас это веранда такая, да? Спасибо, я рада, что вам нравится. Дорогие зрители, у нас в гостях интереснейшая личность, актер, сценарист, режиссер, продюсер Илья Ноябрев. Дорогов, прошу вас на кухню. Спасибо. Еще раз добрый день, я рада приветствовать вас. Здравствуйте, как я рад, если бы вы знали, как я рад... Побывать у нас. ...наши встречи, я вас слышал заочно, шеф-повар я слышал заочно, а тут уже все прямо вот оно. Благодарю вас за отзыв, мы ждем вас всегда у нас в ресторане, а сегодня мы с вами в Святая Святых, мы на нашей кухне. Я, честно говоря, в хорошем смысле слова в шоке, в модное такое слово шок, потому что я никогда не был в такой промышленной зоне. Особенно интервью, да, не давали, наверное? Да, вообще, и спасибо за доверие. Сереж, скажи, что мы готовим сегодня? Мы готовим салат с креветками, грибами, шитаки и черри-помидорами в кисло-сладком соусе. Если у вас будет желание, вы мне обязательно поможете. Такой, да, а чего я пришел? Все, тогда начинаем. Спасибо, может, ровно рубить, там, за водой сгонять. Начинаем готовить. Это Днепр. Расскажите, пожалуйста, программа наша называется «Вкус бизнеса». Ой. Вот если бы вы были блюдом, каким бы блюдом вы были? Что бы это такое вот интересное мы попробовали? Это такой вопрос на засыпку. Компрометирующий. Нет, дело не в этом. Дело в том, что как-то, я вам скажу честно, я вот за последний год съел такое количество овощей, которое я не съел за всю свою жизнь. Потому что поменялся как-то статус, я начал по-другому относиться к питанию. Поэтому раньше вот там лежит руководитель, я на нее вообще не смотрел даже. Она так проходила мимо меня. Вот, я такой мясоед. А сейчас я как-то по овощам. Я могу что-нибудь такое овощное. Вот недавно я ел совершенно замечательное блюдо. Полента с какими-то взбитыми белками. И еще там плавали какие-то овощи. В общем, какое-то такое блюдо было навороченное. Оно мне так... Жидкое? Нет, нет, нет. Это такое, ну, типа, типа каши. Да? Ну, она так и так впечатлила. А вот что касается салатов, сейчас не дня без салата. Поэтому я теперь всем рекомендую, дорогие друзья, салат – это наше все. Сережа, ты очень правильно выбрал блюдо. Видишь, мы актуальны. В черных перчатках хорошо играть от Элло. Расскажите, вот о вас пишут актер, сценарист, режиссер, продюсер, главный редактор. Как вы себя позиционируете? Вот кем вы себя видите? Как бы вы себя представили? Это, знаете, как в Западной Украине, из-за того, что у них часто менялись власти, они не очень знают, как обращаться к человеку. Они на всякий случай говорили «пан-товарищ человек». На всякий случай. Вот так и ко мне тоже можно так обращать. «Пан-товарищ человек». Ну, конечно. Нет, ну, что ближе, это, знаете, в разное время, в разное время суток, в разное время года проявляются какие-то разные пристрастия, потому что я человек такой, легко влюбляющийся во что-либо, либо в кого-либо. Да, и так же легко остывающийся. Ребята, главное, что я надел перчатки. Вам мы не дадим делать ничего, вы будете украшать. Я буду говорить. Вы будете с собой украшать наше общество. Вот так, грибочки. Так. И наполовинку черри помидора. Отлично. А я тогда с нестандартными вопросами сейчас в процессе порезки. 91-го, если я не ошибаюсь, по 97-й вы были в бизнес-сфере. Вы были заместителем управляющего одного из банков. Точно. Было такое дело. Как этот период в вашей жизни сказался на вашем жизненном опыте? Интересен ли был? Нравился ли вам? И что заставило вас изменить направление? Я вам хочу сказать, что меня же время заставило заниматься бизнесом. Я же такой не очень бизнесовый человек. Я гуманитарий такой чистый. Поэтому в бизнес... Тогда выхода другого не было. 90-е годы, кто помнит, были лихие годы. И нужно было выживать. И слава богу, меня друзья просто пригласили. Я был замуправляющего банка. Но не по финансовой части, а по рекламной. И так далее. Вот, смотрите, я уже отрезал кусок перчаточки. Дорогие друзья, это вот она. Первая. Не повредитесь осторожненько. Нет-нет-нет, это не про нас. Вот, поэтому это был бизнес. Ну, надо было как-то вот как-то жить, как-то что-то делать. Но я бросил это все без сомнений, без содрогания. То есть это тот момент, когда вы делаете точно не свое дело, да? Вы ощущаете, что это не ваше. Ну, а оно, знаете, как сопутствующее дело, да? Ну, наверное. А как сегодня можно? Ты не можешь, чем бы ты ни занимался, ты сегодня все равно в бизнесе, да? Вот, поэтому как сопутствующее, да, но для меня не основное. Вы когда-то хотели снять фильм о том, как вы выросли на Подоле. И, наверное, там было все. Наверное, был экшен, наверное, были насыщенные события. Расскажите, что такого яркого в вашем детстве, что было бы интересно отобразить в фильмографии? Вы знаете, я вам хочу сказать, что все было интересно, начиная от рождения. Я, значит, я у мамы второй сын. Поскольку роды были вторые, а времена были тяжелые, я имею в виду, что радио такси еще не было, и телефонов не было, вызвать нельзя было, то папа, значит, пришло время, и папа помчался на улицу ловить что-то. И поймал грузовик. Большой грузовик, бортовой. Значит, а поскольку уже было холодно, маму, значит, как-то там вместили в кабину, папа залез в кузов. Значит, и когда подъехали к роддому, и мама вышла, то она начала рожать прямо вот тут уже, на лестницах роддома. И я потом всю жизнь говорил, о, какое счастье, что меня не уронили головой об кафельный пул. И мне когда-то... Ну, я, да, я так торопился появиться на свет. Вот. Поэтому потом так я очень радостно воспринимал жизнь, все, что происходило в жизни, а тем более подол. Подол в то время, это же коммунальная жизнь была. Вот же Серега этого не знает. Откуда он? Он же молодой. А это же как было? Там, во-первых, все национальности в одном дворе. Да? Это у тебя молдаванка киевская. Шум, гам, тарарам, куча детей. А в вашем детстве можно узнать из книги, которую вы написали, да, кулинария? А, кулинарная, да, киевская. Да, да, киевская кулинария, да. Как вы собирали рецепты в эту книгу? Где вы их брали? Это все по памяти, потому что что-то я помнил, что-то я звонил. Например, там есть пару рецептов. Я звонил женщине, которая из Киева давно уехала, жила в Одессе, потом уехала в Америку. Мы нашли ее в Америке, эту женщину. Она мне написала вот такое письмо. С этим рецептом. Потом она мне звонила. Ей так было приятно, что кто-то вообще этим интересуется. Поэтому это было, ну, надо было что-то восстанавливать, что-то. Долго занял процесс создания? Да нет, это все было очень быстро. Это мой товарищ, издатель, Харьковский дом, фолиум издательский. Он мне позвонил, сказал, ты должен написать книгу. А до этого он издал две мои книжки. Такой же там сценарий, пьеса и так далее. Он говорит, ну, а книга должна быть кулинарная. Я говорю, почему я? Он говорит, давай, вот надо, чтобы это были истории, перетекающие в рецепты. С анекдотами. Ну, и с анекдотами. Там все было. Там какие-то были воспоминания, смешные истории. Не важно. И рецепты. Я сел, начал писать. Это было очень смешно. Я вспоминал о них о радочном блюдах из детства. А потом еще надо было какие-то рецепты, надо было что-то написать. Поэтому это было, ну, быстро, довольно быстро. То есть вы не все рецепты использовали в практике своей жизненной? Нет, нет, нет. Он заказал следующую книгу. Я ее начал уже делать даже. А потом как-то все затихло, и сейчас все нет времени. Значит, еще не время. Нет, нет, нет. Вторая книга, причем презентация будет вам именно в этом ресторане. Договорились. Да. Это тоже другой друг, который занимается ресторанным бизнесом. Он сказал, надо открыть ресторан. Вот, значит, книга у тебя есть, давай мы оттуда возьмем основные рецепты. Все было замечательно, и рецептура была, и блюда были хорошие. Только надо было еще предугадать, что там аренда вырастет, что перекроют улицу. Да, на Сагайдачного. На Сагайдачного, да. Мы открыли, в тот день, когда мы открыли, закрыли улицу. А кто ресторан? На Ябрь. На Ябрь. На Ябрь? На Ябрь, это ваше? Да, мы. Ресторан На Ябрь, так что вы, можно сказать, наш коллега. Ну, я думаю, что это интересный бизнес, интересный, наверное, должен быть интересным для вас, потому что вы такой человек общительный, очень, как мне кажется, жизнелюбивый, люди-любивые, да? Да, конечно, женщинелюбивый, женолюбивый. Это очень хорошо, это очень хорошо. Вот, поэтому, а в этом бизнесе как раз есть прекрасная возможность встречаться, общаться. Ну, конечно, это же, это же, это бизнес называется подарок судьбе для тех, кто любит общаться, для экстравертов, это вообще замечательно. Ну, надо, чтобы обязательно еще кто-то был рядом, кто занимается экономикой. Я просто знаю, что вы, я тут открою секрет телезрителям, что на самом деле, пока мы тут стояли, тут столько вопросов было решено, я думал, вы просто для красоты. А оказывается, еще что-то, я в жизни бы не смог этим заниматься. Ну, вот. Любите море? Конечно. Какой отдых вы предпочитаете? Больше зимний или летний? Да нет, и тут и другое. Свинский. Свинский это как? Да, это свинский, пришел, лег, подполз к ресторану, съел, опять пришел, лег на берегу, полежал, повалялся. Но меня хватает на три дня. Через три дня у меня начинается зуд, я начинаю нервничать, надо что-то делать, поэтому я оттащу с собой компьютер и сажусь и пишу. У меня была история в Хорватии, замечательный отдых, еще такое романтическое было настроение, может быть, только-только-только-только залетялось. Но это не мешало мне за пять дней написать, как мне кажется, лучший свой киносценарий. Я просто утром просыпался, пока же она еще просыпала, я садился на веранде тут, в горе, и писал. Я знаю, например, что «Карабасовы слезы» вы написали, кажется, 15 лет назад, если я не ошибаюсь, так, и на повести. И в 2008-м сняли, экранизировали одну из повестей, 13 месяцев. Ну, фильм назывался «13 месяцев», о чем я сожалею. Сожалеете? Серьезно? А я хотела спросить, где вы взяли, как заработали? Нет, я расскажу, где я взял, но там было не два, было меньше. Где-то порядка миллиона, миллиона триста. А взял я очень просто. Однажды я зашел к своему товарищу. Товарищ сказал, что такое грустное? Я говорю, понятно, хочу вот кином заняться. Хочу, значит, и на кого? Он говорит, и я хочу. Тут у меня, значит, сразу мысль, надо спросить, поскольку мы скидываемся, он говорит, не надо шарить по карманам, я все даю. Поэтому это не я финансировал, это вот продюсерская группа, мой товарищ. Мы полностью профинансировали фильмы, задача была написать и снять. Класс. Фильм получился шикарным. Ну, это гениально. Ждем запробовать. Вы в окружении прекрасных женщин. Вот вы в окружении... Ой, сколько я над этим работала. Сколько я работала. У вас три замечательные девочки, три замечательные дочери. Анна, Антонина и Сонечка. Анна занимается йогой на профессиональном уровне. Ну да, да. Антонина успешнейший режиссер. Расскажите про Антонину, потому что она все-таки выбрала больше вашу профессию. Повлияли ли вы на ее выбор? Как это все происходило? Знаете, как с Антониной было очень смешно. Она заканчивала школу. И поскольку она с 14,5 лет уже работала, параллельно, ее приглашали охотно во все ночные клубы. Она там вела программы, она была такая говорливая. На радио она работала и так далее. Значит, ну, вообще под гарантию, под расписку мы ее сдавали и под расписку ее привозили назад. Все были наши друзья. И вот поскольку она была такая, да, публично, заканчивает школу. Я говорю, что ты собираешься делать? Она, я вот, ты знаешь, я уже так, смотри, лето ты гуляешь, первое сентября ты либо поступаешь, либо идешь работать, куда хочешь, на завод, не имеет значения. Дома ты сиди, бить баклуши не будешь. Она поняла это буквально. И она от отчаяния, от отчаяния побежала, куда? Конечно, в Институт культуры. Она побежала в Институт культуры, значит, смотрела на меня собачьими глазами, значит, с надеждой, что я позвоню Поплавскому, я никуда не звоню. Значит, и она вдруг приходит, говорит, я поступила. Поступила она на режиссуру массовых зрелищ. Она занималась год, потом приходит, говорит, можно я перейду на заочный и буду работать параллельно, потому что я так понимаю, что я постигну всю эту науку. Вот таким образом она отучилась, но кино, как говорят у нас, тогда и не пахло. Это вот потом она увлеклась в кино, и сейчас это ее жизнь, это даже дело не в профессии, а дело вообще в том, сколько она проводит в этом кино. Но у нас есть о чем поговорить, потому что и я киноман, и она киноманка. Поэтому мы пачками смотрим все, что производит мировой кинематограф. Ну, и она вот ударилась. Мне было самому интересно, она начала с короткого метра. Первый короткий метр был вообще там снят что-то за копейки. Причем совершенно потрясающая у нее есть способность, к ней липнут люди, вот прилипают. Причем какие? Сережа Михайлюк, который уже был знаменитым оператором, он просто без денег пошел снимать ей короткометравку. А потом Кузьма еще был жив, она сняла ему там пять клипов, ну и так далее, и так далее. И потом она уже дожила до полного метра, сняла полный метр. В прошлом году на Одесском фестивале она получила главную премию за режиссуру. И уже она получила, ну, уже выделены министерские деньги на новый фильм. Вот она закончила сценарий, в этом году будет снимать. То есть генетика плюс воспитание? Ну, воспитание такое, скажем, питья не было, порки не было. Однажды я, однажды я, она меня довела, конечно, до белого коленя, она была специфическим ребенком в этом смысле. И она, значит, и я ей, значит, дал по попе просто так. Ну, не без этого. По сей день не могу себе этого простить. Я перед ней извинялся, говорю, Тонька, ну, как я посмел тебе, значит, шлепнуть по попе? А она потом, ей было лет шесть или семь, она, говорю, она так садилась, артист и синелек. Она говорит, да, тяжелая у нас жизнь. Конечно, могу поговорить с папой, он не даст тебе ролик. А тебе даст. Разводила была такая, ну, сейчас. Сонечка. Сонечка, девять лет. Сонечка, подрастающее поколение, та же сфера ожидает? Думаю, что да. Думаю, что да. Чувствуете или хотите? Нет, нет, я не хочу. Я никого не заставлял, ни старшую, ни среднюю, ни младшую. Я считаю, что родители не должны вообще, они должны чутко наблюдать за этим и помогать, направлять. Но ни в коем случае никаких вот этих волонтаристских методов, что ты пойдешь туда, будешь. Это как правило ничего не дает. Это в редчайших каких-то исключениях, исключительных случаях может привести к успеху. А так это поломанная судьба, это поломанные, знаете, как все же жизни от подавленных в себе желаний. Все неприятности. Поэтому начинаешь с детства давить все эти желания в ребенке, вон таким и вырастает. Что и верны вы, насколько я знаю, вам второй брак предсказал Хироман. Правда ли это? Ну, это была, да, это была такая, для меня даже была такая странная. У меня была программа, был такой проект на Интере, долго мы его вели, назывался «Я все право знаю». И женщину Хироманта пригласили. Она действительно удивительные вещи рассказывала по поводу родинок, знаков, где, у кого, если тут, то это это, если там, то это то. Вот, и я говорю, вы знаете, я, она говорит, а вы верите? Я говорю, нет, я не очень. И уже уходя, уже заходите из караган, я говорю, дайте вашу руку. Я говорю, нет, не надо, я не люблю заглядывать в будущем. Дайте на секунду вашу руку. Я дал руку, она посмотрела и пошла. Потом вернулась, говорит, смотрите, вы человек не бедный, но и не богатый. А разбогатеете вы в 2011 году, но не деньгами. Прошло долгих, это было лет за 6 или 7 до этого. И я все ждал, когда я разбогатею. Я думаю, блин, может быть, она ошиблась годом. Может, раньше свалится на меня, ничего не свалилось. Но зато в 2011 году родилась Сонька, в 2011 году поменялся статус, появился второй брак. И появился в очень интересном, неожиданном месте, да, в Ватикане, в соборе святого беда. Да, 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 в соборе святого беда. Я все готовился, знаете, как все мужчины, какие бы они ни были смелые, а на них, на старуху бывает пророха. Да, они начинают как-то робеть, переживать, ноги, коленки трясутся. Именно в тот момент ты должен, не знаю, признаться в своих чувствах и не решиться на какой-то шаг. Поэтому я почему-то... Мы поехали в Рим на три дня, и была здоровенная очередь. И мы, конечно, как советские люди, без очереди ломанули, обманули, там обманули всех стоящих, прикинулись больными, вошли сюда, значит, в собор, ходили офигевшие. А у меня в кармане рука у меня взбокла, потому что я сжимал коробочку с кольцом. Я вообще-то решил, что надо, если делать так романтично. И там же себе достал кольцо, надел, и, естественно, хотели скрепить это все поцелуем. И вдруг я на своем плече почувствовал железную руку итальянского полицейского, который сказал, но, 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 здесь целоваться нельзя. И все таким образом, ну, состоялось. Слушайте, ну итальянцы, они же такие, ну, добрые, открытые. Нет, он нам сочувствовал, он нам сочувствовал. Нет, потом, конечно, он отвернулся по поцелованию. Я хотел уже его поцеловать, думаю, что-то нет. Вы где-то сказали, что такое количество корпоративов отработали в своей жизни, что не можете приходить в ресторан спокойно, что на праздники к своим друзьям, на дни рождения, на свадьбы, не ходите. Это бич, это бич. Потому что как только я вижу накрытый стол, у меня сразу срабатывает рефлекс. Сейчас я должен буду встать, взять микрофон. И выступать. И кому-то давать слово, тосты. Это уже автоматы. Поэтому я перестал получать удовольствие от вот таких каких-то крупных застольев. В каком случае возможно получить удовольствие вам? Может быть, есть какие-то исключения, если это не в ресторане или какие-то особенные друзья? Нет, в ресторане замечательно. Я обожаю рестораны. Я шарюсь по всем киевским ресторанам, либо каким-то общепитам. Я очень люблю, тем более, что общепит же изменился. Сейчас его уже даже нельзя назвать общепитом. Это очень авторское. Люди вкладывают душу. Вот что делает конкуренция, что делает рынок. Да, поэтому все по-другому, конечно. И дизайны. Киев в этом отношении замечательный совершенно город. Потому что, объездив практически всю Европу вдоль и поперек, я сейчас, глядя на ваши горизонты, вспомнил Вену. В Вене же тоже вдоль Дуная там стоят все эти рестораны, и все туда ездят. Но вы меня извините, они же внешне обшарпанные и так далее, и так далее. У нас все-таки ты приходишь в ресторан, это праздник сразу. И ваше там все. Слушайте, ну вы такой модник. У вас вот есть такое увлечение, я так вижу. Это супруга. Это супруга все, да? Нет, я сам. В фейсбуке я вижу на вашей страничке вы. Это супруга, супруги же студии, а наш художник по костюмам. Поэтому я уже давно ничего не покупаю и нигде не шлюсь, кроме них. Доверяете полностью? Ну, конечно, конечно. И никогда не было промахов, ошибок, вот так, чтобы она одела, а вам не понравилось. Ну, попробовала бы она что-то делать, и так, мы потом разобрались, конечно, быстро. Нет, нет, нет. А делаете замечания супруге или все-таки... Я не делаю, вы имеете в виду, по одежде, например, вот она подобрала образ, а вам не нравится. Нет, не делаю, знаете, наоборот, я ее сочувствую и поддерживаю, потому что она работает, у нее же непростая работа. Вот почти все крупные телевизионные проекты, голос, танцы со звездами, там, фильмы, спектакли, это ее костюмы, там, многие из костюмов ее. Поэтому я не вмешиваюсь, там, это такая сложная индустрия, там есть свои стилисты со своим вкусом, актеры все непростые, вот в ее этой клиентуре. Поэтому я так наблюдаю, радуюсь просто ее успехом. Ну, замечательно. Илья Яковлевич, не могу отпустить вас без анекдотов. Да и надо меня отпустить. Не могу. Расскажите нам. Дорогие друзья, я не хочу уходить, скажем по секрету. Расскажите нам. Это мы еще не пробовали салат. Салат! А как же салат? Давайте попросим Сергея принести все же нам салат. И под салат... Видите, дорогие друзья, вот, вот, что делает красивая женщина, что она себе позвоняет. Заговорила, и все. А салату-то никто и не дал. Сережа, я же... Пожалуйста. Ну да, мы же должны еще раз вас пререкламируем сказать, что Сережа делает замечательный. Приятного аппетита. А пробовать нам не будет? Да, конечно. А, спасибо большое. Дорогие друзья, я рекомендую, потому что все составляющие чрезвычайно полезные и вкусные. Ну, что может быть плохого? В авокадо. Или, скажем, в помидорчике, чей это черри, да, наверное, да? Ну, в помидорчике, чей. Дорогие друзья, эта креветка была почти живой, когда за нее взялся Сергей. Приготовление креветок, дорогие друзья, есть одна тайна. И вот Сережа просто это сделал гениально. Их нельзя пережарить, иначе они становятся резиновыми. Вот гениально совершенно нежная, тающая во рту. Благодарю за прекрасное общение. Спасибо, Данюша, вам. С нереальной энергетикой. Находясь такими метрами рядышком, очень хочется общаться, развиваться, так непосредственно вести диалог. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас в гостях замечательный актер, режиссер, сценарист, продюсер Илья Ноябрёв. Это все я.